Время новостей. В студии Анна Ниченко. Здравствуйте. Заседание комиссии Украина-НАТО состоится сегодня в Брюсселе. Генеральный секретарь Ильянса Йенс Толтенберг примет вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину. Заседание пройдет в закрытом режиме. Перед его началом запланирована совместная пресс-конференция. Она ожидается в 11.45 по киевскому времени. Подробности в следующих выпусках новостей. НАТО готово к новому вооруженному конфликту в Европе, если переговоры с Россией не принесут результата. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Толтенберг в интервью изданию Financial Times. Генсек НАТО выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации, однако не исключает риск конфликтка. Я знаю историю России. На протяжении веков у нее были конфликты с соседями, но в России есть альтернатива – сотрудничать и работать с НАТО. Риск конфликта сохраняется. Сдерживающие действия НАТО заслуживают доверия. Нужно надеяться и усердно работать на лучшее, но быть готовым к худшему. Йенс Толтенберг, генеральный секретарь НАТО в интервью изданию Financial Times. Соединенные Штаты Америки не будут обсуждать с Россией вопросы европейской безопасности без европейских союзников и партнеров. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам встречи с представителями российской делегации накануне. Соответствующие заявления опубликованы на сайте Госдепартамента США. Переговоры длились чуть более двух часов. На встрече Шерман также подчеркнула, что обсуждение некоторых вопросов будет отложено до заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного Совета ОБСЕ в Вене 13 января. Напомню, накануне в Женеве стартовали переговоры США-Россия. Основной их раунд состоится сегодня. Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы. Заместитель госсекретаря подтвердила, что Соединенные Штаты будут приветствовать подлинный прогресс посредством дипломатии. Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией во время внеочередной встречи в рамках диалога стратегической стабильности, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров. Нед Прайс, пресс-секретарь Государственного департамента США, на сайте Государственного департамента США. По меньшей мере, 19 человек погибли в результате пожара, который произошел в высотном жилом доме в Нью-Йорке. Среди погибших 9 детей. Еще более 60 человек пострадали. Половина из них находится в критическом состоянии. У людей ожоги и отравление угарным газом. С огнем боролись около 200 пожарных. Причиной возгорания, по предварительной версии, стал неисправный обогреватель. Трагедию городские власти называют одной из самых страшных больше, чем за 30 лет. Этот пожар случился в двухуровневой квартире, занимающей второй и третий этажи. Он начался с неисправного электрообогревателя. Пожарные обнаружили, что дверь к квартиру открыта. И это, по-видимому, позволило огню быстро распространиться. Дым заполнил все здание, поэтому мы видим огромные потери. В таких помещениях нет пожарных лестниц. Есть только внутренние. Некоторые люди не могли выбраться из-за сильного дыма. Количество жертв из-за обвала скалы в каньоне в Бразилии возросло до 10 человек. Трагедия произошла 8 января, когда несколько прогулочных катеров с туристами подплыли близко к одной из стен. Более 20 человек госпитализированы с различными травмами. Среди пострадавших много детей. Спасатели говорят, обвал, скорее всего, спровоцировали сильные осадки в регионе. Сумская область перешла оранжевую зону карантина. Теперь таких регионов в Украине два. Оранжевый уровень установлен также в Херсонской области. Остальные регионы остаются в желтой зоне. За минувшие сутки в Украине почти 2000 человек заболели COVID-19. 86 человек умерли от осложнений. Больше всего новых случаев заражения в Киеве и Харьковской области. В Донецкой заболели 8 человек. В Луганской – 13, в Херсонской – 12. В Министерстве здравоохранения Украины подчеркивают иммунизация самый эффективный метод профилактики COVID-19. По данным ведомства, 9 из 10 пациентов, которых в ноябре госпитализировали с коронавирусной болезнью, не прошли полный курс вакцинации. Медики также призывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Получить ответы на все вопросы, касающиеся иммунизации COVID-19, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране. Подарки, праздничный стол и развлечения. На это украинцы денег не жалеют. Правда, только в новогодние и рождественские периоды. Сколько потратили жители Украины на Новый год и Рождество, узнавала Влада Цуркан. Первые недели Нового года у украинцев ассоциируются не только с праздниками и отдыхом, но и с существенными тратами. В целом, по данным ГОСТАТа, деньги уходят на еду и подарки. При этом тратить начали почти на 5% личных средств больше, чем в прошлом году. На стол около 2000 подарков, где-то сколько же, наверное. На подарки детям, родным. Сумма? Ну, тысяч 10. Тысяч 10 на подарки? Да. И плюс стол сюда вошел. Тоже готовили 12 блюд, как положено. На подарки, на продукты. Сколько ушло? Ну, тысяч 20 точно. Процентов на 50 больше, чем в декабре. Мы любим книги. Мы любим сладости. Что мы еще покупали? Украшения какие-то для детей. Ну, и потом у нас есть друзья, которые живут в других городах Украины. У нас есть традиция. Мы вот сейчас в это время обменяемся посылками. В новогодний период также возникает много спонтанных покупок. К примеру, люди могут ходить по магазинам или по таким вот новогодним локациям, покупать себе, к примеру, недорогие напитки или же еду. Но в итоге это выливается в существенную сумму. Мне не жалко. Уходит, ну, не знаю, гривен, может, 300-400. Нет, все-все нравится. 500 гривен здесь, наверное, и максимум потратить. Сложно, наверное, очень много потратить. Ну, как-то так. Не жалко эти деньги тратить? 500 гривен? Да нет, ну, вкусный какао. Позволяем и на карусель, на паровозик, на все, конечно, с ребенком, с Дедом Морозом статографироваться. Поэтому и Лентвейн обязательно тоже. Если не секрет, сколько вот эти все аттракционы обошлись? Ну, где-то гривен 500 уже, наверное. Как правило, после существенных растрат к концу января, а то и феврале, большинство пытаются экономить и не тратить деньги на что-либо. Однако на экономику это мало влияет, убеждены эксперты. С праздником люди тратят больше дополнительной расходы. Из-за этого возникает феномен черной тайницы, когда большие продажи. Из-за этого возникает феномен этих скидок потребительского бума к концу года. В декабре бурная активность, бизнес много продает, все закрывают, заканчивают свои дела. Потом в январе некое затишье. Первую половину января, потому что все отдыхают. Я бы не сказал, что это как-то принципиально влияет на экономику. Еще одна популярная статья расходов на новогодние праздники – путешествия. Во время пандемии коронавируса ездили нечасто – и за границу, и в пределах Украины. А вот уже в новом году наблюдается оживление в этом направлении. Украинцы стали чаще покупать билеты на самолеты, поезда и экскурсии. Влада Цуркан, Евгений Савицкий, Новости Украины. Калятка в исполнении почти четырех с половиной тысяч голосов. Столько людей одновременно спели «Новая радость стала» и установили рекорд. Калятку пели в сопровождении профессионального оркестра. Для точного подсчета количества участников провели регистрацию. Достижения зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Предыдущий был установлен пять лет назад в Пирогобыче Львовской области. Тогда хором калядовали 828 человек. Фильм «Власть пса» Джейн Кэмпиан признан лучшим драматическим художественным фильмом 2021 года. Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила победителей 79-й кинопремии «Золотой глобус-2022». Церемония прошла в онлайн-режиме в официальных социальных сетях премий. Лучшим драматическим актером стал Уилл Смит за роль в ленте «Король Ричард». А лучшей актрисой признана Николь Кидман за игру в картине «Быть Рикардо». Лучшей актрисой мини-сериала или телефильма стала Кейт Уинслет за роль в «Мэйр из Истауна». Больше информации в следующем выпуске, а также на нашем сайте и в социальных сетях. Напоминаю, в Минздраве призывают вакцинироваться, иммунизация – это безопасно и эффективно. До встречи в эфире.